Здравствуйте! Вы смотрите видеокурс по 3D моделированию в программе Blender. Во-первых, хочу всех поставить с прошедшим днём знаний. И сегодня мы на эту тему сделаем 3D модель школьной парты. Для начала нам нужно запустить программу Blender. Здесь будет установлен куб, его можно не удалять. Потом переходим в вкладку Modeling. И здесь мы сделаем следующее. Мы перейдём в режим работы со сторонами с плоскостями, выберем одну из них и нажмём E на клавиатуре. Протянем её на некоторое расстояние. Потом кликнем на этот куб с другой стороны. Снова жмём E на клавиатуре. Протягиваем уже на меньшее расстояние. Кликнем левой кнопкой мыши. Снова жмём E. И снова протягиваем на некоторое расстояние. Теперь у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Вот такой прямоугольник, разделённый на несколько полигонов. Немного отдалимся. Выберем верхнюю плоскость начального куба и второго, который находится в одном полигоне от него при помощи клавиши Shift. Затем нажмём E на клавиатуре. И протянем наверх. Готово. У нас получилась одна ножка парты. Затем мы переходим во вкладку Light. Настраиваем камеру и передвигаем в сторону. Сейчас по оси X. Допустим на 20. Затем нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш Alt и D, чтобы сделать копию. Можем зажать Ctrl и перевести в другую сторону на такое же расстояние относительно от центра. То есть, можно просто задать здесь габариты 0 на 0 на минус 20. Задаем такие цифры. Затем нам нужно сделать, собственно, сам стол для этой парты. Для этого мы используем ещё один куб. Мы добавим из складки ADD Mesh куб. Нажмём S на клавиатуре, чтобы его увеличить. Чтобы он был больше, чем наши ножки. Затем отреагиодактируем его размер. Высоту по оси Z мы ему зададим 2. И ширину по оси Y мы отрегулируем уже на глаз. Она должна зависеть от расположения ножек. Высоту сделаем ещё меньше. Итак, теперь, когда мы настроили размер, поднимаем наверх. По оси Z. Готово. Мы подняли её. Теперь нам нужно сгладить острые края. Вот здесь. Для этого мы переходим во вкладку Modeling. И нажимаем Ctrl R на клавиатуре. R английская. Точнее, шифтер. Да, Ctrl R. Ведём курсором до тех пор, пока визуально не разделится пополам наша карта. Кликнем левой кнопкой мыши. И перетащим эту линию на край. Мы добавили одну сплошную грань, которая разделит нашу порту на уже в два раза больше полигонов. Точно так же поступаем с другой стороны. Снова нажимаем Ctrl R. Когда появляется такая визуальная грань, кликаем левой кнопкой мыши, снова смещаем её на край, на такое же расстояние. Теперь жмём точно так же повдоль парты. Если мы сейчас поперёк её делили, теперь делим повдоль. Ctrl R. Примерно на такие же отрывки. Ctrl R. Передвигаем. Готово. Теперь переходим в режим работы с точками. Кликаем на одну точку здесь в углу. Зажимаем Shift и кликаем на вторую. Точно так же поступаем с остальными точками, которые находятся по самым краям. Жмём S на клавиатуре английскую. Готово. Мы сгладили углы. Теперь нам остаётся только добавить досточку спереди. Вот здесь. Для этого мы просто скопируем при помощи Alt D нашу основную парту, нашу основную досточку. Перетянем её сюда. Развернём при помощи инструмента Rotate. На 90 градусов. Расположим её ровнее. По центру. И зададим размер меньше по оси Z. В данном случае она по оси Z. Итак, щиток мы установили. Наша парта готова. На этом сегодняшний урок заканчивается. Всем спасибо. До свидания.